МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная бригада НТ продолжает свою работу в эфире. В студии Наталья Савицкая. В ближайшие 15 минут расскажем о важных событиях региона. Для начала коротко о некоторых из них. Риновирусы и кишечная инфекция. Уникальное сочетание двух очагов стало причиной массовой заболеваемости в Шимской средней школе. На пищеблоке выявлены нарушения в хранении продуктов. Почти пять дней в лесу провел 65-летний житель Панковки. Анатолий Константиненко не пал духом, что помогло мужчине остаться в живых. Черный аист в медведе-птице, занесенная в Красную книгу, облюбовала частное подворье и устроила фотосессию. Это свершится. На выходных мэрия обещает заасфальтировать половину Колмовского моста, по которой сейчас организовано движение. Причем не ямочно, кинув несколько лопат смеси в каждую рытвину, а более-менее основательно. Правда, для этого переправу перекроют полностью. Движение будет закрыто с ноля часов субботы 12 сентября до ноля часов понедельника 14-го. Предполагается, что за это время компания автоспецмеханика выполнит ремонт части моста, по которой сейчас и едут все автомобили и автобусы. Ее состояние уже просто кошмарное. Машины движутся по ямам, как черепахи. Следовательно, утром и вечером в часы пик образуются огромные пробки. Как отметили в мэрии, администрация понимает социальную значимость Колмовского моста. Именно поэтому принято решение, не дожидаясь завершения капитального ремонта южной части переправы, выполнить ремонт северной. При этом ямочное латание уже не приносит ощутимых результатов. Таким образом, решено полностью закрыть движение в выходные, демонтировать покрытие и сделать ремонт картами. Об изменении маршрутов общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Удивительная история со счастливым финалом. Почти пять суток провел в лесу житель поселка Панковка Анатолий Константиненко. 65-летнего мужчину искали родные, сотрудники МЧС, добровольцы. И нашли, что помогло нашему земляку выжить, с кем он встретился в лесных чащах и чем питался, узнал Максим Широковских. Анатолий Константиненко, грибник и ягодник, опытный, хорошо знающий места в районе деревни Лесная. Так что для него это была самая обычная вылазка за брусникой. Так, на полдня. Тем более пошел не один, с другом. В какой-то момент, уже возвращаясь домой с добычей, Анатолий отстал, а потом и вовсе заблудился. Смотрю, знакомое место. Раньше были там. Ну, думаю, сверну с дороги на ту знакомое место. Вот, вышел, там непролазный, эти, как он, тростник. Давай, думаю, вернусь на дорогу и пойду. Откуда пришел по этой дороге? В исходное положение. А дороги не оказалось. И давай я кругами. С воскресенья ягодника искали 40 человек. Экстренные службы, добровольцы и участники поискового отряда «Феникс». Несколько дней они прочесывали лес, предполагая, что 65-летний заблудившийся не ушел далеко от деревни и его подвело здоровье. Сложность заключается еще в том, что, по словам местных жителей, тут где-то ходит медведь еще. Вот, не знаю, надеемся, он нас будет слышать и уйдет. Анатолию Константиненко повезло. Косолапа ему на пути не попался. Но избежать встречи с обитателями леса у него все-таки не получилось. Хорошо, что в кармане оказалась зажигалка, чтобы развести огонь и согреться. Никакой провизии Анатолий с собой из дома не взял, поэтому весь его пятидневный рацион состоял из собранной брусники. Можно сказать, что ему еще повезло. Зачастую люди уходят в лес, пренебрегая элементарными советами взять спички, еду и заряженный телефон. В принципе, далеко заходить не надо. Не надо идти за полтора километра, чтобы найти там грибы, ягоды. Все это, в принципе, растет в 500, даже 150 метров этого хватает. Не забывайте таблетки, если принимаете, питье. Ну и, естественно, яркая одежда. Не надо камуфлироваться и прятаться. Грибы, снайперы на вас не нападут. В итоге обычный поход за ягодами растянулся на пять дней. За это время Анатолий ушел достаточно далеко от деревни, на 17 километров. Но, учитывая, что путь в лесу редко бывает прямым, прошагал он намного больше. Удача любителю брусники улыбнулась. Он выбрался из чащи на поле, где его нашел местный егерь. Сейчас Анатолий отдыхает, а через неделю он опять собирается в поход. На болото. За клюквой. Из Новгородского района Максим Широковский, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Два очага инфекции привели к вспышке заболеваемости в Шимской школе. Об этом сообщили сегодня на брифинге в Роспотребнадзоре. Стали известны результаты анализов заболевших детей. Специалисты уже сделали определенные выводы. Анализы были взяты у 59 школьников, которые обратились за медицинской помощью. У 44 выявлен риновирус. По сути, это ОРВИ. У остальных гастроэнтерит, то есть кишечная инфекция. На данный момент выясняется, что именно стало ее возбудителем у 15 учеников. Результаты станут известны в субботу. Особенность случая, что здесь имеется очаг, получился и остро-респираторная вирусная инфекция, и кишечная инфекция. То есть вот такая неоднозначная ситуация. На сегодняшний день состояние детей у всех стабильное, удовлетворительное. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу города Великий Новгород. Состояние у них тоже на сегодняшний день стабильное. Рост респираторных заболеваний увеличивается с наступлением осени. Так что ничего удивительного в этой ситуации ни в Роспотребнадзоре, ни в Министерстве здравоохранения не видят. Да и ПИД порога еще очень далеко. А вот в появлении кишечной инфекции, вероятно, виноват пищеблок. Это пока предварительно. Там выявили нарушения в хранении кухонного инвентаря и продуктов. Масло и сыр находились при температуре выше, чем положено. А концентрация дезинфицирующих растворов была занижена в два раза. У нас сейчас применяются таблетированные препараты. Это очень удобно, конечно же, с одной стороны. Но с другой стороны, наверное, дает искушение, чтобы вместо двух таблеток на 10 литров кинуть одну таблетку. Такая экономия приводит к тому, что дезинфицирующее средство не может убить инфекцию. И пострадали от безответственности не только дети, но и двое сотрудников пищеблока. Состояние заболевших удовлетворительное. Сегодня медики закончат обходы учеников, которые не посещали школу и не обращались за медицинской помощью. Новгородскую область посетил руководитель некоммерческой организации российская система качества Максим Протасов. Основная цель визита – подписание дорожной карты в рамках соглашения о взаимодействии Роскачества и правительства региона. Что это даст нашим производителям, расскажет Арина Аксенова. Это уже вторая дорожная карта, подписанная Роскачеством и нашим регионом. Ее выполнение открывает перед новгородскими производителями широкие перспективы. Это и выход в федеральные торговые сети и субсидирование промо-акций. К примеру, продажи новгородского йогурта после получения заветного знака качества выросли в два раза. Понимаете, знак Роскачества позволяет выйти за пределы региона. Его знают по всей стране и небольшая компания, допустим, у нас появилось молочное хозяйство, которое делает вкусное молоко. Она, если пройдет эти тесты, докажет, что оно настоящее, что это не пальмовое масло, ему гораздо проще будет заходить на полки в других регионах и расширять свой рынок сбыта. Еще одна форма сотрудничества с Роскачеством – это участие новгородских предприятий в премии правительства в области качества. На нее уже претендовали Крестецкая строчка и Белгранкорм, а получил два года назад медовый дом. И это тот случай, когда участие важнее победы, ведь на очном этапе предприятия-участники получают бесплатный комплексный аудит от лучших экспертов страны. Но главная цель всей этой работы – забота о потребителе. Конечно, для нас очень важно внимание и участие каждого гражданина, каждого жителя в городской области, потому что мы прекрасно с вами знаем, что от каждого человека зависит то, какой товар исследует Роскачество. Выявили, если вы какую-то проблему на полке, насколько быстро вы об этом сообщили в Роскачество, значит, мы сможем эту проблему исправить. Еще один важный для новгородчины этап, пока не внесенный в дорожную карту, – это повышение качества туристических услуг. Участие в нацпроекте по туризму предполагает финансирование тех проектов, где позитивная динамика в этом направлении уже есть, говорит губернатор. Мы, если вы помните, весной запустили такой достаточно базовый муниципальный стандарт качества туристических услуг. Мы сейчас в таком локальном режиме пытаемся подтягивать муниципалитеты к определенным минимальным требованиям, что должно быть рядом с объектом туристического показа. И мы с удовольствием обсудили этот вопрос, включимся в ту работу, которую сейчас Ростуризм ведет с Роскачеством, как может быть один из пилотных регионов. Дорожная карта предполагает участие местных специалистов в Техническом комитете Роскачества и привлечение к его работе новгородских лабораторий, а также обучение специалистов в сфере менеджмента. Арина Аксенова, Галуз Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение. Областной центр продолжает менять освещение. Новые светодиодные фонари уже появились почти на всех основных улицах Великого Новгорода. На сегодняшний день заменили уже 70% всех фонарей в городе. Сегодня работают на улице Псковская. Осталось обновить светильники на Магистральной, Большой Московской и на паре маленьких участков. Новые фонари однотипные, так что они не станут выбиваться из общего вида. Они ярче, экологичнее, и им не нужно время на то, чтобы полноценно зажечься, в отличие от старых ламп накаливания. Да и платить за такое освещение нужно меньше. Люди реагируют очень положительно, очень положительно. Плюс, конечно, люди просят еще где-то дополнительно установить фонарь, но, к сожалению, в рамках контракта у нас это не предусмотрено. Полностью заменить освещение планируют до ноября, а может и раньше. Напомним, что средства на работы были выделены из бюджета Москвы в качестве подарка Великому Новгороду и составили почти 100 миллионов рублей. В Лычкове прошла церемония захоронения останков советских солдат, найденных в ходе вахты памяти поисковыми отрядами. 111 бойцов Красной Армии обрели покой. На церемонию приехали родные некоторых из них. Репортаж Анны Окладниковой. Очень волнительно, да. Мы всю неделю места себе не находим от того, что мальчики молодые. Такую работу сделали огромную. Нашли человечка. Ну и мы хотя бы его и не знали, но посчитали нужным приехать. Девичья фамилия двух сестер не случайным образом совпала с той, что поисковики смогли прочитать на найденном медальоне. Слесарев Петр Иванович им приходится двоюродным дядей. В 41-м году его призвали на фронт, и с тех пор мужчина считался без вести пропавшим. Соседка вот нам рассказала, что жили напротив. Когда его взяли на фронт, его призывали в Ленинграде, не в Тихвине. Мы же это Тихвинский район. Ну вот. Жена осталась с тремя детьми. Трое сыновей и молодая жена оказались одни в блокадном Ленинграде. Они выжили, но связь с ними давно оборвалась. Поданные запросы пока остаются без ответов. Но то, что найден он, пропавший почти 80 лет назад, глава семейства, уже большая победа. Которую с ними разделили еще четыре семьи. Личности их родственников тоже удалось определить. Результатом годового поиска без вести пропавших стали 111 бойцов. В тот самый день, когда немцы прорвались в Лычковский район, останки солдат перезахоронят в две братские могилы. В начале войны здесь шли напряженные бои вдоль железной дороги. По справкам поисковиков, за Лычкова погибло порядка 50 тысяч советских солдат. Здесь проходила линия фронта в течение полутора лет, потому что дальше Лычкова немцев уже не пропустили. И 20 февраля уже, отталкиваясь от Лычкова, немцев начали сокращать Демянский котел. Поисковые вахты участники экспедиции проводят не один десяток лет. Но даже на сегодняшний день работы еще очень много. Работать уже сложнее. Большое мы, в общем-то, убрали. А сейчас в основном скрышные работы, земляные, где мелиорация прошла и тому подобное. В общем, где-то каждый найденный солдат дается с большим гораздо трудом, чем это было 20-30 лет назад. После церемонии прощания, проведенной по всем православным канонам, родственники Петра Ивановича Слесарева получили копию того самого медальона, обнаруженного рядом с останками бойца. Почерч знакомый, как будто папа написал. Да, у папы такой почерч был. Тут очень даже похоже. Из Демянского района Анна Окладникова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня прошла уборка на территории Антониева монастыря. В ней участвовали администрация Великого Новгорода, российские студенческие отряды и представители университета. Студенческие субботники уже стали традиционными. В этом году уборка проходит во второй раз. Сегодня студенты с разных курсов встретились у Антониева монастыря и продолжили убирать набережную вдоль Волхова. Сильный ветер и дождь, ворвавшиеся в солнечный день, нисколько не напугали. К тому же субботник стал еще одним поводом для встречи после столь долгой разлуки на время дистанционного образования. Мы давно все не виделись, некоторыми по полгода, некоторые только лето. Вот сейчас все встретились, наверное, вы видели, как наши дружеские теплые обнимашки. Мы очень рады друг друга видеть. Сейчас работа пойдет только на ура. Вооружившись перчатками, граблями и мешками для мусора, студенты вместе с руководителем НовГУ Юрием Боровиковым приступили к работе. Силы и настроение были не только на уборку, но и на любимые песни. Отец, чудови, жуки, я тебя поклялся уберечь. Я не сплю вторые сутки, я точу амазами свой меч. Продолжим убирать где-то ветки обломленные, да, мусор, который вдоль берега. Я думаю, это хорошее дело. Мы ничего не нарушаем, да, у нас нет больше 50 человек. Вот они с удовольствием общаются, вот даже вот такие делают фигуры. Поэтому это все нормально, мне кажется, жизнь потихоньку возвращается. Также на территории гуманитарного института уже подготовлена площадка под высадку цветов. 18 сентября двор украсят 50 кустов роз, полученных в подарок в рамках международного проекта «Розы Донецка» городам России. Представители бизнес-сообщества, служащие, работники социальной сферы и ЖКХ. Всего 187 заявок. Наибольшее количество за три года проведения конкурса «Команда лидеров Новгородчины». Два этапа конкурса уже позади. Впереди индивидуальное собеседование с членами комиссии. Из почти 200 заявившихся до этого зала дошли лишь 20. Среди финалистов Максим Васин. Предлагает развивать город в первую очередь в направлениях спорта и туризма. И успешно этим занимается, являясь организатором фестиваля «Горячие головы». Кандидат в лидеры Новгородчины также отмечает необходимость развития цифровой экономики. В этой области больше интересны механизмы, которыми мы пользуемся, их несовершенство. Например, голосование недавнее, которое в принципе в перспективе может проходить в онлайн-режиме. Это позволит создать прозрачность, ускорить процессы. Напомним, что конкурс «Команда лидеров Новгородчины» проводится уже третий год. По результатам предыдущих сезонов в команду вошли 50 кандидатов, из которых 15 человек назначены на управленческие должности, среди которых заместители министров, директора госучреждений и главные врачи районных больниц. В этом году более половины заявок поступило от кандидатов, работающих в сфере бизнеса. Обновление в новгородском центре подросток. Здесь появились сенсорная комната и компьютерный класс. Детей встречают в трех новых реабилитационных кабинетах. Первый из них – компьютерный класс. С виду обычный кабинет информатики, только с уклоном в профориентацию. Закуплены специальные профессиональные программы, чтобы дети, учитывая свои особенности и интересы, смогли определиться с будущей профессией. В сенсорной комнате, предназначенной для релаксации, дети задерживаются надолго. Кажется, что смотреть на интерактивный аквариум можно без остановки. Но тут и других интересных вещей хватает. Вот это у нас дождик интерактивный, то есть меняет освещение. То есть ребенок, сидя на пуфе, может плести косички. Комната психологической разгрузки выглядит более привычно. Здесь с детьми работают психологи и специалисты из комиссии по делам несовершеннолетних. Открыть три новые площадки в центре подросток было бы почти невозможно, если бы не спонсорская поддержка. В данном случае благотворительную помощь оказало предприятие ДС Кондролс. Необычный гость посетил жительницу деревни Медведь Шимского района. Во дворе собственного дома она заметила черного аиста – птицу, занесенную в Красную книгу России. Залетный посетитель с важным видом прогуливался по территории и позировал на камеру мобильного телефона. Такая встреча – удивительное везение. Черный аист – птица крайне осторожная. Хоть и гнездится в наших краях, большого желания к знакомству с людьми не высказывает. Судя по всему, крылатый незнакомец, попавший к Нине Павловне – молодой и очень любопытный аистенок. Чё ты боишься? Иди сюда. Ну иди, чё ты ешь, скажи. Кого тебе поймать? Лягушку? Вон, иди на сухой ручей, там живи. Будешь у нас экибаной. От угощения пернатый гость отказался, но сад и двор обследовал с интересом, игнорируя пристальное внимание к своей персоне других обитателей частного дома. Афиля стоит уже на стрёме. Он там уже сел, смотрит на чудо это. В Новгородской области орнитологи насчитывают не более ста гнездящихся пар чёрных аистов. И это самая крупная популяция краснокнижных обитателей на территории Европы. Если молодой аистенок не улетит в конце сентября, значит, к человеческому жилищу его привело не просто любопытство, а сигнал о помощи. Жители посёлка Медведь уже готовы приютить малыша на зимовку и, если понадобится, каждый день снабжать его лягушками и прочими лакомствами. К этой минуте всё. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Темы для сюжетов и предложений мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале Новгород ТВ Ньюс. На этом всё сразу после выпуска о погоде на пятницу 11 сентября. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин